Ребят, меня слышно? Сердечки поставьтесь, слышно. Пошел процесс, подключается народ. Всем привет, привет. О, Мишаня, привет. Приветствую. Не знаю, первый раз участвую со смартфоном и в Инстаграме. Ну, всегда бывает первый раз. Обычно с веб-камерой на Ютубе. Попробуем, что получится. Слушай, должно нормально поучиться все. Я смотрю, народ присоединяется. У тебя видно хорошо, как минимум. Меня тоже видно. Ну, это хорошо. Хорошо. Я тут подсветился со всех сторон. Как ты это сделал? Ну, как? Лампы, лампы, потолки световые. Все как надо. Все со всех сторон. Ну, посмотрите на офисе. Узнание должно было считаться. А, ну, если считаться, да, подместным. Ну, там стих-то 20% должна быть. Всем привет. Я извиняюсь. А что, пока народ ждем? Ну, да, народ подтягивается. Сейчас начнем. Как погода-то у вас? У нас тут что-то отвратительное. Метели, минус 30. Смотрю, там тоже и в Москве морозы, да? Все замерзают. Ну, минус 30, не знаю. У нас, так, коля нуля. Все тает. Как бы скользенько достаточно, где снежок тает. Ну, вот с крыши снег сошел уже полностью. Два дня плюсовая. А так снега было много. По кучам видно, что снег есть. Снега было много, но сейчас еще неплохо. Ну, такая погода, скажем так, не приятная для прогулок по улице. Если бы было чуть морознее, было минус 5, было бы намного лучше, скажем так. Ну, ясно, ясно. О, Орел подсоединился. Псков. А, ребят, всех 23 февраля. Че-то я забыл совсем. И Борис Романовича тоже. Да, совсем попали. 23 еще лучше. Слушай, Миша, ну, давай ты по тихому вопросу накидывай. Я на них буду отвечать. И что знаю, я расскажу. Я знаю, у тебя вопросы всегда необычные. Но я буду стараться... Ну, а как необычные? Я что-нибудь придумаю такое нехорошее. Давай, Миша. Так, ну, по поводу каких-то новинок. Ну, уже же много что придумано. Неужели можно что-то придумать еще, чтобы сделать, ну, не знаю, более какие-то дизайнерские вещи или труд потолочника более легким? Все же уже есть. Или все-таки что-то новое будет на форуме? Давай, так, значит, тема беседы для всех. Это форум потолочный, значит, обсуждение идет. Миша задал первый вопрос. Какие будут новинки на форуме? Ну, новинок будет очень много, на самом деле. Ребята покажут очень интересные закладные для светильников. Прям интересно сделанные. Я думаю, народу понравится. Будут светильники интересные, значит, будет... Будут новые профильные системы, причем от всех компаний, насколько я понимаю. Все подготовились. Системы будут интересные достаточно. То есть, заниматься самопиаром не буду. Расскажут, что наша компания выведет. Но и стенд у нас будет достаточно необычный, скажем так. И решения будут хорошие. Ну, чтобы людям было веселее, мотоцикл мы хотели на пати разыграть, но непонятно было, что ситуация будет, пати не будет. Поэтому мы мотоцикл разыграем вот в этом году. Вот. Мотоцикл – это хорошо. Ну, то есть, не только у Люмфера, да, будут новинки? Да. Моцикл – это я сейчас скажу. Там спрашивали просто, как мотоцикл будет разыгрываться. Он разыгрывался. Сашка, привет. Он разыгрываться будет между ребятами, которые придут в первый день на мероприятия по билетам, которые были зачетенены на входе. Вот. По новинкам, еще раз, ну, то, что я знаю, новинок много просто вообще. Потому что много профильных систем там, ну... Я думаю, ребята, кто захочет, сейчас Сергей Краб будет снимать, он, наверное, расскажет о своей новинке, насколько я понимаю. Флексия, я думаю, там тоже какое-то приглашение делать, будет что-то анонсировать. Ну, хватает компаний, которые будут делать анонсы. Однозначно, вообще. Сто процентов. Я понял. А вот эти новинки, их в основном можно посмотреть только на стенде и в разрезе? Нет. Ну, типа мастер-классов тоже попробовать. Вот смотри, значит, давайте разыграем Хаммер, Саша. Ну, разыграя на пассе Хаммер, разыграя, если хочешь. Это дело такое, никто не просит. Новинки, значит, будут какие? Каким образом будут представлены? То есть на сегодняшний день... Сейчас скажу, секунду, подожди. На сегодняшний день... На сегодняшний день... От Parseco будет стоять, от Kava будет стоять, от Tera будет стоять, от подканевикам будет стоять немецкая компания Stent, Lufier. Вот. Наши профиля системы Краб Систем, Просек, Эра и немецкая ткань, они будут на отдельных стендах стоять. И там можно будет прям прийти, пощупать, потренироваться, повтыкать. Монтариком имеет смысл ехать однозначно вообще. Сто процентов. Можно будет попробовать. Пока-нибудь революционные вещи какие-то, сто процентов. На стендах будет профильная система собранная. Сверху будут на стендах стоять, да? Ну, будут нарезанные профиля, как обычная пускатология. Тема будет такая. Но попробовать будет можно, сто процентов. А профессионалы, то есть, типа, как инструкторы, не будут показывать какие-то нюансы, объясняй? Будут. То есть, сам залез и поковырял? Не, не, инструктора будут на стендах стоять, обязательно. Потому что у меня будут два инструктора стоять. Я думаю, Сережа будет, Ваня Журавлев, там, как минимум, да, его инструкторы. То же самое, у Саши будет. И с утра будут. Будут люди, которые будут показывать. Это сто процентов. На это можно рассчитывать. Можно и самому попробовать, и можно посмотреть, как это делают профессионалы уже от компании. Хорошо. А по времени это никак не разделено? То есть, ну, к примеру, да, мастер-классы проходят у всех в одно время, и человеку, вот он хочет и там, и там посмотреть, но у него получится только один посмотреть. То есть, они никак не разделяли по времени, чтобы можно все посмотреть. Значит, смотри, так как в этом году была непонятная история, то есть, идея была вообще какая, на самом деле. Мы должны были делать все это в экспострое. У нас в экспострое было большая вероятность, что мы могут заблокировать, да. Поэтому мы делаем последний год, это делаем вот в таком маленьком формате, да. В следующем году это будет экспострой. Это будет уже не два дня, как сейчас происходит, а будет три дня, да. То есть, два дня будет идти выставка, и два дня будут идти мастер-классы, да. Плюс в следующем году мы еще планируем привлекать большое количество дизайнеров, архитекторов, чтобы они могли прийти уже на конечные решения, да. В этом году будет проходить все таким образом. Люди приходят с утра, и до вечера посещают и выставочную зону саму, где все происходит, да, и мастер-классы, и в это время идут уже и спитер-классы выступают в первый день, да. Пока мы по-другому сделать не можем. В следующем году это уже будет другой формат абсолютно. То есть, мы уже проработали на этот год, но в связи с ситуацией, которая произошла, у нас не получилось сделать так, как бы мы хотели. Но в следующий год есть четкое понимание вообще, как это все будет. И абсолютно правильно ты говоришь, Миш, и мысли на статье же. То есть, будет отдельное определенное время на мастер-классы, но именно мастер-классы, но не будут никаких соревнований, это все происходит во время пати, да, это другая история. Эти монтажные могут соревноваться там и проходить там. Это другое абсолютно вообще мероприятие. Потому что форма – это, кстати, получение знаний, обмен полезной информацией, общение между другом, да, это он толчок всегда дает. Это выставочные стенды, где можно посмотреть на винтик какие-то, которые будут, да. Плюс это у нас, получается, именно тестовые кубы, на которых можно попробовать новую продукцию, посмотреть, как она работает, да. И плюс какое-то небольшое количество спикеров. То есть, Диана Брашова будет выступать, но у нее же регистрация закрыта вообще, в принципе, да, на первый день. Ну, там практически все спикеры уже закрыты. Вот на сегодняшний момент уже все спикеры закрыты. По второму дню в зале тоже осталось, по-моему, там 60 мест осталось. Потому что физически больше не можем туда людей запустить. Вот такая история. То есть, количество людей ограничено, ну, вот, вирусом, да, то есть, какое-то количество должно войти. И потом, как вот, например, да, вот в Леруа Мерлен делали, да, кто-то вышел, потом запускает новых. Или каким образом, если людей придет больше, чем можно запустить? Не придет больше, чем можно запустить. Мы знаем, там, площадь, это однозначно. А на второй день, на второй день все проще. Там есть зал, есть допустимые нормы на метр квадратный человека. Там так все рассчитано. То есть, мы подаем билетов уже настолько, что потом можно зайти в социальный, чтобы потом проблем не было. На второй день. Ну, это на второй, а на первом? А на первый день у тебя же размазываются мероприятия временной вообще. Там, он начинается с 10, да, и до 6 вечера. Кто захочет пообщаться, там еще у нас есть комната снятая до 8 вечера. Можно будет там еще отдельно пообщаться. Направленности. Что понятно, сама первая линия, по которой будут все идти, только она около 100 метров, да, еще иной 4. 400 метров только здесь, не считая зала. Там по 1000 метров. Ну, и ты понимаешь, что 2000 человек сразу не придут, да, вообще. Ну, так не бывает, когда, вообще. Даже когда мы делали большой поток, в первую часть, мы, по-моему, проскочили, там около 500 человек все прошло. Прямо вот в первые 2 часа. Понял. А спикеры закрыты? Ну, первый день, да, на форум. А второй, получается, на помещение с выступлением спикеров. Там реально будут запускать по билетам, потому что зал ограничен, чтобы не было давки. А на спикера можно на одного? Или, к примеру, если есть свободный, то можно на всех билет? И мы идем, как люди зарегистрироваются. Мы здесь не ограничиваем. Ага. Потому что мы будем смотреть по месту, мы будем запускать людей в зал, если будем видеть, что люди какие-то зарегистрировались там и там, не попадают, да, мы же видим наполнение зала, будут в стуле стояться. Если будут места, просто будут стоять в очереди в живой. Мы будем запускать в зал тоже. Спасибо, вас тоже с праздником, ребят. Так, а еще вопрос. Посещать вот форум, кому больше советуете? Или, может быть, проводили какую-то аналитику по посещению? То есть это больше все-таки конторы посещают или одиночные какие-то монтажники, кто хочет развиваться? Ну, скажем так, мы с Ваней, мы эту тему обсуждали, и с Ваней, да, не стоит посещать тем, кто не уверен вообще. Если человеку не надо, лучше не ехать, не едьте. Нет смысла гнать туда своих подчиненных, если они не хотят вообще никакого, да. Однозначно. То есть если люди не хотят, им туда идти не надо. Просто и все. Много монтажников немного будет. Я сейчас смотрел, кто регистрируется уже. Таких людей немного вообще. Я не знаю, по-моему, 5 на самом деле. Остальные это либо какие-то собственники бизнеса, маркетологи есть там, да, есть... Прорабы какие-то, ну, потолочные наши, да. То есть монтажников не очень много. Очень много, наверное, процентов действия на ИП. Но тут еще вопрос в том, что не всегда корректно заполняют. Например, я вот тут вчера с Лехой с потолки будущего играл. Ну, чтобы ты понимал, заполняют. Кто приезжает, написано, босс, например, да. Сразу понятно, что заполнял. Как минимум там либо маркетолог, либо подчиненный регистрирует шефа своего, да. Там есть, скажем так, дизайнер света, да, например, там. Или там, как-то, подожди, салон штор, да. Но при этом компания называется «Потолки». Ну, очень тяжело понять, кто приезжает вообще, в принципе, аналитику провести. Потому что люди некорректно указывают, люди некорректно указывают именно название себя, своей должности, скажем так. Это очень тяжело понять. Тогда сразу из этого вытекает вопрос, как правильно все-таки заполнить? Что там надо указать, чтобы не было путаниц? Слушай, ну, было бы хорошо, конечно, если бы люди заполняли это. Если человек занимается монтажами, то пишет монтажник, да. Если человек занимается собственник бизнеса, то пишет собственник бизнеса, да. Если человек занимается, ну, например, как там написано, написано «Роп монтажников», да. Я понимаю, что руководитель отдела продаж монтажников быть не может, да. Ропомонтажников быть не может, в принципе, вообще. он руководитель отдела монтажей. Надо описать, значит, занимается руководитель отдела монтажей. Если он руководитель отдела продаж, пусть это пишет робот. Просто корректно называть свою должность. Если человек многофункциональный, он указывает собственник бизнеса, в том числе и менеджер, который управляет всем. Это зависит от людей. Еще просьба, кто регистрируется. Там есть галочка такая в таймпаде. Не хочу получать рассылки, например. Обязательно указывать, потому что в прошлом году было и позапрошлым. Каждый раз одно и то же. Люди потом жалуются на рассылки рекламные. Убирайте галки, что вы не хотите получать рекламные рассылки. Этот таймпад не будет вам рассылать, потому что мы делаем все через таймпад, и от нас это не зависит вообще никак. Это не наше желание, оставить эту галочку или нет. Какой образом я соглашаюсь или не соглашаешься. Поэтому ставьте галочку, что вы не хотите получать рассылки, если не хотите их получать. Так. А еще тогда вопрос опять же по тем, кто посещает. Понятно, что потолочников больше. А какое количество там, например, дизайнеров, архитекторов или тех же прорабов? Насколько им это интересно будет? Я побежался на косу и человек двадцать, наверное, я увидел. Я вот прям быстро, потому что очень много людей, там больше полутора тысяч уже, да, и посмотреть там конкретно, побежаться, выгрузить, у меня времени не было. Я думаю, что выгрузкой будем заниматься, я думаю, числа двадцать пятого, двадцать шестого, выгрузим же, посмотрим. Во-первых, если интересно будет, там голосанем, выложен список компаний, которые приедут. Потому что часто очень люди спрашивают, а кто будет, кто не будет, ехать, не ехать. Ну, хотят знать, конкурента есть, нету. Такая штука интересная. И часто очень вопросы задают. И мы вывешали, по-моему, позапрошлым году, в прошлом вывешали в списке. То же самое сделаем в этом году. Название компании и город. Название компании и город. Почему название компании и город? Потому что у нас, ну, я не знаю, есть Софита, например, только что, то, что я видел. Там опять же есть компании Софита. Софи-фи-то, Софи-то-то, Софи-то-о-о-о. Не знаешь, и так, небесный глянец через раз, да, поэтому будем писать в Городах. Как-то так. Да-да, Софитов много. Сейчас я подгляжу, что тут можно-то у нас. Еще спросить-то интересного. Ну, спрашивали про розыгрыш. Я скажу мне сразу. Как мотоцикл будет разыгрываться? Мы в конце дня, значит, в конце дня. Мы позовем, там, не знаю, Мишу, позовем, например, тоже ради интереса. Позовем, там, не знаю, Ваню Шадова. И выберем какую-нибудь программу, там, наугад, рандомного розыгрыша. И среди тех билетов, которые пришли ребята на первый день, прям рандомным розыгрышем разыграем билет, чтобы было все честно. Мотоцикл для меня. Ну, опять же, из тех, кто посетил. Ну, не просто зарегистрировался, а кто посетил. Да-да-да, абсолютно дело. Понял. А про второй день. То есть там уже, ну, как я посмотрел спикеров, он уже, ну, больше на компании это точно нацелен, чем первый день. То есть там уже как прокачивать, как по работе с персоналом, да, и так далее. Миша, тебе пишут, ты крутой. Нет, там еще писали, что батюшка и Колумбия. Я видел, да, Колумбия и батюшка. Так и будет. Второй день больше рассчитано на собственников, там, и на ребят, которые уже, ну, в принципе, развиваются, и уже имеют наемных людей каких-то. Ну, я знаю там ребят, которые имеют ИП, образно говоря, да, или не имеют ИП вообще. И они на сегодняшний день там исполняют очень неплохие объекты и работают очень неплохо, да. И такие там тоже будут, я уже посмотрел. Но второй день, да. Во-первых, второй день это будет неформальное общение, которое дает самый большой толчок. Невозможно. Почему мы такие мероприятия ездим? Почему я езжу на такие мероприятия, да, даже не целевые, не отраслевые? Потому что большое количество людей, и, соответственно, когда большое количество людей собирается в одном месте, которые заражены одной идеей, дневятся какие-то мысли всегда. И когда эти мысли не верятся, бывает, что, ну, одна такая мысль может стоить вообще всего в твоей жизни. Ну, как Ваня, он, Ханов подключился, привет. Вот у Вани, у Ханова одна идея родилась на посещении мероприятия, и она вот сейчас является его там основной темой вообще в принципе, да. Поэтому, ну, когда собирается большое количество людей, происходит, ну, обмен информацией, происходят какие-то волны цифровые, не знаю, там, космические. Рождаются какие-то идеи, люди уезжают все заряженные. Ну, нам необходимо это всем. Вот поэтому второй день, плюс это будет полноценный обед на второй день, да, плюс будет банкетная часть. Мы там продлили допоздна эту историю. Время еще называть не буду, потому что в прямом эфире. Мы продлили допоздна, потому что я понимаю, что в этом году никто не сможет никуда пойти к обычным ресторанам, и все будет закрыто, да. Поэтому мы это там поведем там дальше, всегда-то будем общаться. Вот. Часто вопросы задают, можно ли купить банкетную часть отдельно, или формную часть отдельно, да. Вопрос в чем? Мы не разделяли банкетную часть и формно-образовательную часть. Объясняю почему. Потому что, в принципе, спикеров и все мероприятия оплачивают спонсор, которые в первый день будут в том числе, да, которые перекладываются сюда, эту историю, чтобы это было немножко интереснее. Потому что второй день сам по себе, там, скажем так, питание, питание и все остальное, а собой сопутствующие, стоит ровно стоимость бюлета правильного консистерства вообще. Мы с бюлетами общались, там, идея показывала даже, там, ну, разбивку. Это не дешевое место, скажем так, у которого по воде мероприятия, и там, ну, банкетная часть не дешевая абсолютно вообще, вообще. Вот. Но будет клево. Будет не хуже, чем будет в прошлом году, однозначно вообще. И даже может быть лучше. Миша, тебя спрашивают, как бегает твой электричка. Троллейбус? Троллейбус бегает нормально, чтобы потеплее было. Вот. Поэтому гоняет нормально. То есть на второй день уже выставку убирают, да? Поэтому в следующий раз и будет два дня выставки. Да, в следующий раз будет два дня выставки, и будет форумная часть отдельно один день. То есть больше четырех дней уже делать тяжело, но вот формат два дня, он маловат, мы не помещаемся в него, но я думаю, что в следующем году уже спонсоры подрастут финансово, потому что компании какие-то укрепляются, какие-то закрываются. И уже спонсоры смогут, ну, тут же вопрос в чем? Снимать помещение на два дня или снимать помещение на три дня, это абсолютно разная вещь вообще, финансово, да. То есть спонсор платит за площадку. Мы платим площадке, которая проводит все это дело. И достаточно сложный процесс. Например, застройка у всех будет. У спонсоров, чтобы понимали, насколько это сложно все. Застойка будет с 9 вечера. Мы с 9 вечера должны заехать со всеми стендами. И утром они уже должны стоять все. То есть всю ночь все будут работать опять. Потому что до этого проходят мероприятия. Если мы хотим выставиться раньше, мы даже раннюю застройку сделать не можем. Потому что идут мероприятия одно за одним. Мы даже не можем взять за дополнительные деньги ничего. То же самое здесь. Нам нужно быстро приехать, все поставить, отработать. С утра разобрать и провести форум на участие. И все-таки для меня идеальная ситуация. Это 2 дня выставки и 1 день форума. Прям идеально. Но так как мы сделали это бесплатно все. Если у нас позапрошли 2 года это была платная история. Соответственно, мы брали деньги с участников. Не только со спонсоров, экспонентов. Это было проще немножко делать. Почему формат поменялся, сдвинулся с 2 дней в 1? Потому что сейчас это оплачивают только спонсоры. Уже участники, которые приходят посмотреть, если они за это не платят. Соответственно, сумма денег, которые заходят, резко уменьшилась. На все эти вещи. Но в следующий год, я думаю, он уже будет такой. Но я уверен. В следующем году мы уже сделаем 2 дня. Выставьте 1 день форума. Такой формат будет оптимальный. И его оставим. А помимо потолочных компаний, кто там еще участвует? Ну, световые компании, какой-то инструмент может там участвовать? То есть в световых технологиях тоже какие-то новинки они там придумали? Правда, я не знаю, что там можно придумать нового. Но по идее они тоже движутся. Очень многие заходят. Ну, немножко тенденция рынка поменялась. Это идти пошли к нам. Мы пошли к ним в гости, они пошли к нам. Мы тоже обсуждали уже, да? Это раз, два. Будут ребята, которые организмом занимаются. Женя, Фоли, Омск, приветствую. С праздником тебя тоже, да. Значит, выставляются ребята с какими-то новыми примочками к натяжным потолкам. Потому что это будет показывать. Мне понравилось, да? Это светильные те там новые какие-то пошли. Вот. Ну, много там всего такого, даже чего я не знаю. Например, когда Фаня Выссоя сказала, мы там привезем какие-то новинки, вам показывать можно и не будем, потому что будет интересно. Ну, окей, хорошо, да? Ну, хотят они интригу сохранить. Пусть интригу сохраняют. Ну, мы поставим, слушай, извлечение, что будет? Мы ставим там, поставим грушу. Она была по разу уже у нас силовую. Там народ будет что-нибудь стучать, какие-нибудь призы будут, да? Потом мы поставим, там будет стоять мотоцикл, который будет разыгрываться. Мы будем прямо там стоять, и будет у нас камера 360, я забыл, как она называется. Можно будет красную фотографию сделать, да? Потом мы сделаем там, типа, сделаем небольшой магазинчик, где можно какие-то сувениры будет увезти с мероприятия за небольшие деньги, да? Дальше что у нас будет? У нас будет... Будут у нас блогеры с других отраслей. Я уже вижу, кто зарегистрировался, будут блогеры, будут снимать. Вот. Архитекторы приходят, я посмотрел тоже, что они есть. Есть ребята, которые не с нашей отрасли вообще, в принципе, строительные организации какие-то, да? Я увижу, уже архитекторы написано, там написано про рабы. Так, что-то у меня потерялся куда-то. Так, меня все видят? Я Мишу вижу хорошо. Миша? Я здесь. Ну так, прерывисто, прерывисто вижу. Ребята, я только у Миши рассыпаюсь или у всех рассыпаюсь? Дайте обратную связь. Меня нормально, видно, слышно? Махни мне с сердечками, напишите. А ты меня слышишь, Миш? Ну, слышу, но изображение... Такое. Видим. Ваня, нормально видно? У меня Мишу хорошо видно? Мы не рассыпаемся. Ваня сам активный, как обычно. Сейчас Ваня ответил. Раз уж Ваню спрашиваем, у меня тогда такой вопрос. Если кто-то сам придумал какую-то инновацию в потолках, он может прийти туда и кому-то показать потолочникам об этом? То есть ему надо как-то зарегистрироваться или с вами на контакт выйти? Ну вот, не знаю, какую-то такую вау-штуку придумал и вот хочу со всеми поделиться. Как это кому-то осуществить? Подожди секунду. Подожди, пишу связь, печаль. Мы зависаем. Давай еще раз подожди секундочку. Я просто... Сейчас нормально. Сейчас нормально стало. Я не обратил внимания. Я был не на Wi-Fi, а был на 3G. Сейчас перешел на Wi-Fi. Может быть, нормально станет. Сейчас еще посмотрим. Давай вопрос, я тут переключался. Еще раз вопрос. Если кто-то придумал какую-то хорошую, офигенную штуку для натяжных потолков и хочет ее внедрить в массы, ему надо как-то на связь с вами выйти, чтобы, ну, как ему там поучаствовать какой-то там, не знаю, со своей табуреточкой прийти там и показать, рассказать? Вот Ланфан Паталов пишет, да? Инновации, конечно, можно показать. Ланфан Паталов, по-моему, там даже стенд свой есть. Вот вопрос в чем? Я оставил два слова небольших. Вот для тех ребят, которые после эфира будут выходить на меня, если кто-то что-то хочет сделать, вопросов никаких нет вообще ничего, да? Потому что, допустим, кто-то что-то придумал, да? Окей. Ребята, я вижу, что там пишут, видимо, мне третий месяц приседет. Напишите мне в личку или наберите меня. Сейчас решим все. Показывать можно. Ну, тут правильно ребята пишут. Показывать никому нельзя, потому что идею украдут. Если идею не жалко, можно показать. Если идею жалко, можно сначала ее запатентовать за собой, закрепить, а потом ее показывать. Ланя правильно пишет. Ну да, конечно, конечно, надо запатентовать, а потом показать. Ну, то есть можно прийти и бесплатно показать. Пусть она запатентована. Одну вещь, когда показывают. Это ремесленник, да, он ее придумал. Он может и выставить спокойно вообще. Мы место найдем всегда. В личку пишут, не без вопросов. Мы эти вопросы решим. У меня, в принципе, вопросы, наверное, кончат. По жилью вопросы. Я так понял, что это проходит где-то на первом этаже какой-то гостинице, да? То есть можно, по идее, там и жить, да, если там номера есть? Да, личный номерной фонд, по-моему, 400 номеров, что-то такое. Значит, 150 номеров мы забронировали по ходу. То есть когда переходят сверху в шапки на ссылку, там есть переход на регистрацию номеров. И там номера по цене не должны меняться, мы так договаривались, да. Все остальные номера, которые, ну, мы, кроме 150, могут меняться на бутинге. То есть бутинг будет сам подкидывать и на подниматься. Мы не знаем, сколько будет людей в связи с такой ситуацией, которая сейчас, да. Мне было непонятно, сколько людей поедет на второй день. Их будет 150 или больше будет. Чтобы было два варианта. Либо мы забираем один зал, 150 человек, либо мы забираем два зала. Но сейчас уже, мы за 200 уже завалились глубоко, поэтому мы зал берем на 300 на второй день. Вот. Ну, по идее, у меня вопросы закончились. Единственный вопрос, вот этот вот эфир, его же можно сохранить, чтобы я залил его себе на YouTube. И вдруг у зрителей возникнут какие-то вопросы, они бы накидали там комментариев, а потом уже поотвечали бы на них. Нормальная тема. Я эфир сохраню, да, эфир сохранится. Я попробую сохранить его отдельную фотопленку, перейти на себе. Если нет, тогда можно будет в СССР, я думаю, забрать. Ты сам когда приезжаешь, Миша? А я прямо в день, прямо с утра, в кареты на бал. В этот же день, 12-го. А мы от тебя будем ждать отзыва мероприятия тоже. Ты снимаешься, да. Нам это будет интересно. Как оно пройдет. Ну, я возьму, конечно, все возьму. Леша, может, меня и подберет, он же там живет, рядышком. Сразу в шляпе и в плаще подниму. Податки в будущее. Ну, можно снимать квартиры, вот Ванька пишет, можно снимать квартиры, можно номер в гостинице. Квартиры могут в любой момент отменить. Ну, я думаю, что, я думаю, что, если есть еще в гостинице номера, потому что мы сегодня забронировали, проще снимать в гостинице. Все-таки вы вышли, там, позавтракали на месте, да, и уже на мероприятии находились. Парковка для авто. Парковка для автоплатная, там парковка небольшая, я просто помню, мы там сделали в этой гостинице три года назад, люди парковались не там, на улице парковались. Потому что есть возможность приехать не на машине, но лучше приезжать не на машине, там парковка небольшая. Однозначно. А, кстати, в течение первого дня там где-то вокруг покушать-то есть, второй день-то понятно, что там будет все включено, а в первый день? Видишь, в Сочи пишет, привет, привет, Сочи. Пока номера еще есть, отлично. Там, на самом деле, удобная локация по гостинице, там рядом есть Макдональдс, и куча-куча кафешек, там, и чайхана, и все есть. То есть, вот там с питанием вообще проблем ноль. Плюс мы поговорили с организаторами, они сделают, там еще буфет поставят. Это же будет буфетная зона стоять, в которой можно будет там что-то, чай, кофе, какие-то там бутерброды, что-то можно будет съесть, не выходя никуда вообще, территории. Плюс там еще сверху будет работать ресторан, гостиница. Можно будет пойти по обеду полноценно. Это если по питанию. Немаловажный вопрос проведу. Ну, вот как бы такие вопросы, я думаю. Я не знаю. Мне тоже какие-то вопросы задавали, но мне кажется, я уже там на видео сердебный поотвечал. Сейчас ты добавил вопросов. Мне кажется, достаточно понятно все. Еще раз. Ребята, если какие-то вопросы есть, я на связи постоянно, можно мне в личку писать. По любым вопросам по форуму, там у меня по форуму тоже, если какие-то вопросы есть, там по моей компании, например, возникли, тоже можно мне писаться, я отвечу. Потому что в Инсте на запросы отвечаю я сам, поэтому можно мне это спокойно писать. И контактный номер телефона тоже есть, если нужно по каким-то вопросам. Если, опять же, если нет какой-то обратной связи с нашими менеджерами, которые занимаются организацией, тоже пишите мне в личку, я буду регулировать. Система будет простая, люди будут заходить, будут стоять наши сотрудники, будут подходить, и QR-кодами с телефона будут продавать билеты. Просьба билеты не забывать. Если билет забыли, тогда на телефоне имейте как минимум билет, уже с скрином, чтобы было видно QR-код. В прошлом году были такие вопросы. Люди приходили, не знали, где билет найти, и все это стопорило движение. Так как людей много, заранее подготовились, подошли, либо билет, либо QR-код на смартфоне от билета. Все, отчекинились, зашли, все просто. Мероприятие будет до шести, но я думаю, что как обычно оно затянется закрыто до восьми. То есть мы в шесть закончим как бы выставку, но я думаю, что в восьми часов можно спокойно ходить общаться, будут комнаты еще отдельные, дополнительные, где можно пойти поговорить. И в принципе, я думаю, что стенды ребята многие разбирать будут после шести. Потому что я помню, как в прошлом году было много людей, мы планировали стенды разбирать шесть, и начали разбирать восемь, потому что народ еще ходил. Я думаю, что каждый из спонсоров заинтересован в том, чтобы максимальное количество контактов получить. Там начинается в десять, да? В десять? В десять, да. К десяти нужно приходить, здесь начинается регистрация, пошли, пошли, пошли заходить. Если кто-то придет позже, то никто не расстроится. В десять, в один, чтобы не было там с утра большой нагрузки, я рекомендую кому-то, кто любит поспать, поспите, придите в один, если ничего не пропустится. Я думаю, сейчас роли не сыграет, а нагрузка на персонал и на выходной поток будет намного меньше. А все-таки количество вот этих посетителей на первый день ограничено или нет? То есть там может, к примеру, две тысячи человек наберется и все, больше регистрации нет. Да. Вот сейчас я в Сочи отвечу, Миша отвечу себе сразу. Даже не так сначала отвечу себе. Потому что мы закроемся, мы знаем, что у нас посещаемость там в минусе идет, где-то минус 30%, когда бесплатное бронирование идет. Потому что мы закроемся где-то на... Так как помещение небольшое, зал, мы закроемся, где-то у нас будет 2 600, 2 800, мы будем уже закрываться. Закроем регистрацию. Но с такими темпами это достаточно быстро произойдет. Я просто вижу. Обычно половина аудитории закрывается там очень долго, а сейчас половина аудитории уже закрыта полностью. еще до мероприятия 25 дней это прям много. Я просто вижу, что каждый день по 150-200 человек регистрируется. Это много. Я думаю, что часа какого-нибудь первого, второго я думаю, уже все будет занято. По спитерам, отвечаю на вопрос в Сочи, по спитерам уже да, на них мест нету, но я думаю, что из тех, кто зарегистрировался, так бесплатная регистрация, процентов 30-40 не приходит. То есть, если зал у нас спитеров рассчитан на 100 человек, придет 70, соответственно, 30 человек выпустим в живую очередь, которые будут стояться. То есть, что запустим, люди, которые придут по билетам, по регистрации на спитеров, увидим, сколько мест осталось, потому что там будут в стулья стоять, и столько людей запустим в эти стулья, посадим. Потому что, если есть желание попасть, я думаю, кто захочет прям попасть, он попадет. Ну, все. Я все позадавал, что было. Что ты видел? А? Сколько времени у вас? Сколько времени? Так, не знаю, если в 8. Наверное, часов в 9, я так думаю. Пол девятого, да? А, ну, наверное, наверное. Слушай, а сколько сейчас билеты стоят до Москвы? Вообще, насколько дорого? Что-то около 6-7, смотря, смотря, чем лететь. Нет, тут туда. Только туда. Да, у нас какой-то особенный город, тут все немного подороже. То есть, куда-то взять, даже подальше в Новосибирске, там в некоторое направление и дешевле стоит. В Тюмени почти в два раза дешевле. Почему-то. Омск. Да, мы тут самые богатые. Ладно, я, Винфин, сохраняем. спасибо за вопросы. Все, ребят, всем, до всем, до вс... Всех с праздником и до встречи на форуме 12-12 числа. Да, ребят, всем пока. Накидывайте еще вопросы в Ютубе. Мы когда сохраним эфир, комментариев не будет. Если куда-то какие-то вопросы были, в личке мне напишите, потому что разговаривали, я не все в ленте видел. По всем вопросам отвечу. Всем хорошего дня еще раз, уже хорошего вечера. В Москве, в России выходной, у нас еще рабочий день и до встречи на форуме еще раз. Все, ребят, пока. Спасибо за ответы. Все, пока.